Друзья, пока у нас есть связь, я предлагаю пообщаться с Алексеем Арестовичем, советником президента Украины. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, вы меня повысили в ранге, я советник главы офиса. Еще не советник президента, но надеюсь, что вашими молитвами... Знаете, я могу сказать, что вас никак иначе в украинских социальных сетях не называют, кроме как «успокоительная на ночь». И с вашим лицом сейчас самые красивые открытки всем украинским женщинам с 8 марта. Успокойте нас, пожалуйста. Кстати, в следующем случае поздравляю вас, да. Спасибо. Больший женский голос, разрешите вас поздравить. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как у вас обстановка? Мы говорим сейчас о том, что готовится к штурму Киева. Расскажите, что вам известно на данную минуту. Это штурма Киева им очень-очень далеко, во-первых. Во-вторых, как это очень хочется посмотреть на исполнение в их лице штурма Киева, учитывая, как они отчаянно штурмуют Харьков, собрав туда минимум, наверное, треть группировки вторжения или между четвертью и третью, и не выйдя до сих пор на окружную дорогу Харькова. Ну и у нас тут они, Бучу и Ирпень, не Ирпеня, Бучу и Гастомель, которые являются перегородом Киева, проходили 12 суток подряд, там, или сколько там? Да, 12. И до сих пор бы там не было, если бы они не начали бить неизбирательную артиллерию по жилым кварталам, и тогда наши войска немножко сменили позицию, просто чтобы не подставлять их собственных граждан. Вы сегодня сказали, что в СУ провели не менее 7 контратак за сутки. Да, было дело такое. А скажите, Алексей, это вот речь идет о той самой вот 64-километровой колонне, да, которая приближалась? Слушайте, коллеги, нет уже никакой 64-километровой колонны, это был мем. Мем, который там использовали сми, есть те пор все носятся с этой колонной. Давайте вот кое-что проясним. Значит, обычная бригада общевойсковая, которая 3000 человек насчитывает, будут черт-мобилизованы и по военному времени пополнены, она занимает на марше почти 50 километров. То есть 64 километра, это бригада и еще один батальон, с хвостиком. А учитывая, что они собрались изначально под Киев 10-12 таких бригад, наличие там 13-й бригад и это 64, ничего не меняло абсолютно вообще. Поэтому это расхожее мем, который пора уже забывать, потому что нет никакой колонны, да и вообще уже колонны каких нет, мы их посносили просто с лица земли. Преимущественно сейчас они разбежались и сидят в основном по лесам, пытаясь дергаться то туда, то туда, то туда, то туда. Ну и понятно, сидят в Буча и Гостомеле, потому что мы их туда, мягко говоря, пропустили, чтобы не поставлять мирных жителей, и заняли оборону по другим рубежам. Вот и все. То есть вот эта колонна, которая там почему-то несколько дней, вот ее никто не трогал, и многие удивлялись и спрашивали, почему же украинская армия не трогает эту колонну, а теперь ее не существует? Украинская армия столько тронула колонн, что люди, породившие ММП-64 километра, просто не представляют, мы уже, наверное, на 300 километров колонны считали, которые мы уничтожили здесь, под Киевом. Смотрите, вот сначала их здесь было порядка 30, а то и 40 батальонных тактических группах Киева. Сейчас от силы 15. А где остальные? А что вы можете сказать по количеству ракет за последние сутки? И как изменилось, и как установка? Они бьют в основном комплексе «Искандер», потому что к ним у них большое количество ракет, запасов и так далее, и это может длиться еще достаточно долго. Калибры практически не летают, это одиночные пуски. Пуск знаменитый вчерашний по Винницкому аэропорту, это был пуск с борта самолетов, самолетов стратегических оборудовщиков, крылатых ракет, тоже крылатых, но авиационного базирования, что лишний раз показывает, что калибров, как в основном ракеты Москового-морское базирование, а в них там не очень много. Российская попытка скосплеить торнадо уже не осталась. Алексей, скажите, я вот сегодня утром в нашем прямом эфире упоминал, что ночью у меня есть такая слабость слушать Соловьева. Мужественный человек. Да, для того, чтобы понять, а что же, какие на завтра... Тренды, тренды заворачиваются. Да, что завтра будет происходить. Так вот, вчера они начали первый раз говорить, вы знаете, да, что до этого они воевали с нацистами и с наркоманами, и как бы у них все должно было быстро все пройти. И вчера первый раз, впервые, за 13 дней, они начали считать, а что из себя представляет украинская армия, и озвученные цифры были такими, что на самом деле сухопутная украинская армия, это 225 тысяч человек, плюс нацисты, плюс Азов, плюс добровольцы из разных стран, плюс терраборона, это где-то от 350 до 400 тысяч человек, которые Украина может выставить против них. И это очень правильно, почему они сейчас это делают, потому что они говорят, ну как же, нас-то там вошло всего 150-200, мы воюем с огромнейшей армией, поэтому мы не можем так быстро проходить и брать эти города. То есть у них каждый день меняется, и в этом плане его хорошо слушать, ты понимаешь, какие методички он получает на следующий день. Ну да, самое главное, что даже не в этом дело, самое главное, что у слушателей российских, к сожалению, часто памяти как у рыбки гупи, потому что они не слышат, что говорили в самом начале, я могу вам еще один казус привести, логически, они заявили целью операции на межгосударственном уровне, на уровне международного, в речи Путина лично, денацификация Украины, страну, в которой президент еврей, вообще-то по-настоящему. Они даже не посмотрели в Википедию, чтобы понять, что значит это слово. Ну допустим, денацификацию они объявили силовую, причем что самое смешное, хотя это явление исключительно культурное, но тем не менее. Так вот оно теперь уже не звучит. Оно снято, даже снятых переговорщиками. Теперь вопрос, если вы сняли главную цель компании, то значит у вас уже какая-то другая компания. Надо произвести разъяснительную работу хотя бы тем же виртуальным стердесам, которые не отражаются в чайнике. Но как-то надо идти, никто не стремится объяснять, главное выдать новую педагогическую и пошло-поехало. Вопрос к российским гражданам, не тем, которые протестуют и вышло больше 100 тысяч по 36-ти гражданам, а те, которые отказываются от своих сыновей, когда их набирают из плена российской, по принципу типа здравствуй, мама, я плену. Не знаю, мне по телевизору сказали, что у меня сына нет, у меня есть дочь. Все. И как бы они следят вообще за вот этим перипетиями слога и месседжем, которые запускается официальная российская пропаганда? Или им нельзя? У меня такой к вам вопрос. Если предположить так, как американцы сегодня говорят, и вчера уже говорили, что практически вся группировка российская перешла на территорию Украины, из тех 150-200 тысяч, и понятно, что часть из них уже погибла, часть попала в плен, часть ранены, часть просто вернулась на территорию на перекупликтование. И были разговоры о том, что со спутника видно какие-то передвижения техники в районе Сибири. Удивляют в районе Сибири, да? То есть как это может быть, чтобы они перебрасывали оттуда какую-то технику? Но технику, ладно, можно как-то перевести еще. А где-нибудь формировать новые части для того, чтобы помочь в этой операции, которая явно не закончится в ближайшие недели? Смотрите, вчера под Харьковом погиб командир полка морской пехоты. Бригада морской пехоты, я уже не помню, 61-й бригад, стиховокеан. Они стащили сюда 2-3, вернее, 2-3, 8 из 10 армий, которые сформировали в России. Армия, я имею в виду не армия, а в целом, армия как оперативно-стратегическое объединение. 8 из 10 уже здесь. Почти 100% зашло сюда всего, что они готовили. Это 75% вооруженных силах Российской Федерации. Все, что имеется в виду, если не считать ракетные войска статистического назначения, флот, все здесь. Хотя из плота они стащили все лучшее в черном море. Вот теперь возникает вопрос, где брать новую силу? Пока не видно, где. А кроме того, в России руководство очень хорошо помнит, что батюшку царя в 17-м году скинули от мобилизованной, которые должны были ехать на фронт, но взбунтовались. Возможно, поэтому он и отказывается от планов на мобилизацию. Вот я на это прямо и намекаю. И следующий вопрос, чем они собираются развивать успех? В чем вообще был гениальный затея нападать 200 тысяч на армию на 250 тысяч на армию? Который украинская была еще до войны 250 тысяч. Это, видимо, надо спасти этих великих стратегий, которые считали, что разбежимся от первых выстрелов. Калибрами по нашим аэродромам, но видите, как-то не вышло. Они посидели в оперативной паузе пару деньков. Вчера мы накапливайся, вчера мы их там хорошо отлупили. Они продвинулись только на том направлении, но практически по всем направлениям. Но сегодня они немножко там, видимо, подкопили силы, пытаются уходить там Харьков, георгически со стороны Купинска. И пытаются двигаться в сторону Брабаров-Киева, поджимайки и все уже с северо-восток. То есть, пытаясь окружать слева берега. Ну, это же надо же понимать. Они бестолковые тачки, малыми подразделениями, там группы по 2-3-4 батальона максимум. Притом, что еще неделю назад они меньше, чем по 10-15 не ходили нигде. Но только страшно выглядит в информационных сообщениях, своими точки зрения. Ну, это очень сомнительная затея, потому что, ну, смотрите, израильские нормы взятия газа, сектора газа, где отметить не армия с авиацией сопротивляется. Правильно, да еще ожесточенные сверхмотивы, но это 4 дивизии. А сколько же надо, чтобы взять Киев? Огромную агломерацию, 6 миллионов человек, которые по большой окружной 150 километров в длину. Алексей, спасибо вам большое. У вас, как обычно, удалось немножечко нас успокоить и дать нам надежду на то, что эта война скоро закончится. Уверенность, Карин, уверенность. И уверенность. Как заканчивается быстро этот час? Спасибо большое. С нами на связи был Алексей Арестович.